МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте, дамы и господа! В эфире программа к нам приехала на телеканале Илья Минор и я ведущий программы Виталий Волин. Сегодня у нас в гостях артист Москонцерта настоящий гусар Дмитрий Швед. Он родился в Испании, Восемь столетий назад По Европе с триумфом прошел Молодой и красивый И однажды, когда Я навряд ли смогу вам сказать Навсегда заблудился В безбрежных просторах России Сколько было разума Сколько радостных встреч И когда, наконец, Забывая язык свой романский Он впитал в себя русские песни И русскую речь Назвать его старым Русским романцем Объяснять я не буду Что такое старинный романц Это знает любой В нем и радость, и боль И печаль, и гусарская удаль И, конечно, любовь Бесконечно большая любовь Он в кибитках цыган Гулял по степи И хотя там сегодня Все это покажется странным На гусарских пирах Золотой шампанский пил И в дворянских салонах Был принят с восторгом Как равный Русский романц Объяснять я не буду Что такого не старинный романц Это знает любой В нем и радость, и боль И печаль, и гусарская удаль И, конечно, любовь Бесконечно большая любовь Русский романц Объяснять я не буду Русский романц Это знает любой В нем и радость, и боль И печаль, и гусарская удаль И, конечно, любовь Бесконечно большая любовь Здравствуйте, Дмитрий Здравствуйте, господа музыканты Дмитрий, представьте коллег своих, пожалуйста Замечательный гитарист Олег Дорогов Очень приятно Пианист, он же клавишник Арсений Колесник Очень приятно Насколько нов Или насколько древний Ваш союз? С Арсением я уже работаю Почти 10 лет А с Олегом Дороговым Совсем недавно Но уже были сольные программы И в ведущих залах Москвы И гастрольные туры Ясно О истории романца Маленький экскурс Вы сделали в первой части Данной песни Данного романца С интересной инструментальной Разработкой В цыганочку в легкую Такую Ушли Кто автор Всего шедевра? Музыку я написал На стихе одного поэта Владимира Безладного Из города Сарова Саров Очень знаковый город Для всего русского Верующего народа Расскажите пожалуйста О Еще какие-то Может быть подробности Вообще честно говоря Я думал что романс Насколько я знал Это Изделие не испанского А итальянского Пашиба Потому что Ро Манс Рим И насколько я знаю Изначально романс Звучал на три четверти В классическом варианте Это моя информация Расскажите пожалуйста Я знаю что вы Более глубже меня в теме Ваше познание о нем Романс родился в Испании На самом деле Это так И Вот это слово Романс Оно Произошло От слова Романский язык Испанский Романский язык Относится к Романскому языку И Первое время Это были Такие произведения Исполняемые В сопровождении гитары Вот Которые в общем-то Имели Такой Испанский налет Естественно Вот А потом Каким-то образом Так получилось Что Вдруг Из какого времени Вышел романс Ну Я вам скажу Что это Конец Восемнадцатого века Когда романс Пришел в Россию Вот И И в начале Все-таки В России Он представлял Из себя Такие Знаете Некие Салонные Лирические Песенки Которые были Очень похожи На такие Скажем Пасторальные Произведения Где пелось О пастушке Пастушке О природе И так далее Вот Но потом Композиторы Начали уже писать Вот музыку Именно В стиле Старинного Русского романса Того Который К нам Пришел сейчас Вот Уже давно Уже Фактически 200 лет Русского романса А кто Из первых Ну понятно Денис Давыдов Это гусарские баллады Это тоже Мне кажется Непосредственно Отношение Все-таки К романсу имеет Кто из Великих Того времени Пронесли Искусство романса Высоту романса В сегодняшний день Ну я бы назвал Несколько Фамилий Композиторов Которые Скажем так Зачинали Это дело Это композитор Титов Был самый первый Написал Если я не ошибаюсь В 20-е годы 19-го века Один из своих Первых романцев Даже может быть Чуть пораньше А вот композитор Алябьев Уже Так сказать На таком Хорошем Профессиональном Уровне Начал писать Романсы Которые Стали популярны Вот скажем Романс Нищая Он В 824 году Был написан И он до сих пор Звучит Он дошел до нас Это можно сказать Что в то время Романс Находился На уровне Нашей популярной Музыки Скажем так Занимал данную Нишу Я думаю Что да Он был очень Популярен Да собственно Он наверное Очень был популярен И в начале 20-го века В 20-е годы Отсюда вопрос Кстати Извините Перебью вас Напрашивается Сегодня Очень многие Относятся К популярной музыке Как к жанру Несерьезному Легкому Как и в прошлом веке Представители Классической школы Относились С легким Пренебрежением К оперете Я думаю Что Такое Видимо Отношение Было У некоторых Представителей Классической Школы Академической Оперной Там не знаю Всевозможных К романсу Или В истории Такого не было Замечено На самом деле Конечно Дилетантов Было очень много В этом жанре И Писали музыку Разные Композиторы И профессиональные И любители Но Как ни странно Есть Высказывания Того же Петра Ильича Чайковского И современное Высказывание Скажем Георгия Васильевича Свиридова О том Что несмотря На любительское Начало Все таки Мелодии В романсах Они черпали Из наших Русских Музыкальных Традиций Корни Все таки И подпитывались Они И поэтому Хоть и говорят Дилетанты Но Нельзя сказать Что Неталантливые Дилетанты Наверное Они очень талантливые И многие мелодии Поэтому Собственно Живут Как самостоятельные Произведения И Они Ну Скажем Самые яркие Они не повторяют Другие Они сами по себе Они самобытные Они звучат И главное Что Эти мелодии Можно спеть Как скажем Русские народные песни Многие романцы Поют В отличие от русских Народных песен Романство Обладает Более яркой гармонией Более яркой Богатой мелодией В русской Насколько я знаю Фольклорной Стезе В группе Больше Развита Ритмика И Какая-то Ну не знаю История Какая-то Чаще всего Трагическая Но По поводу мелодии Я тут Честно говоря Вижу Все-таки Более узкий Коридорчик В котором работает Вот Исключительно Русская песня Которая сейчас Вот В деревнях Сохранилась Я уже не беру Там Ой мороз Мороз Это Ну как бы Народная песня Считается Но все-таки Более глубже Заложены Там Про уточек Там Всевозможные Известные Произведения Тут Более Скудные мелодии Ближе к частушечкам Наверное Как-то Они Дело в том Что в основном Фольклорные песни Которые там В деревнях Исполнялись И где-то Остались сейчас Они все-таки Были больше обрядовые Они были связаны Там С Сбором урожая Скажем Со свадьбой Там Да Или с похоронами Ну в общем Это как бы Естественный Такой процесс был А вот уже Такие песни Как скажем Вот Мчицстройка Почтовая Или там Емчицкие песни Это уже Городская песня Народная Потому что У них есть автор Но он до наших дней Не дошел Неизвестный автор Там уже Человек Жалуется на свою судьбу Там И так далее Чисто русская Правильная тема Да Давайте послушаем Следующее Произведение Утро туманное Два слова Это произведение Написал на стихи Ивана Тургенева Человек Который служил В гусарском полку Его звали Александр Абаза И вот этот романс Можно в полной мере Назвать Гусарским романцем Утро туманное Утро седое Нивы печальные Снегом покрытые Нехотя вспомнишь И время былое Вспомнишь Вспомнишь И лица Давно Позабытые Вспомнишь И лица Давно Позабытые Вспомнишь Обильные Страстные Речи Взгляды Так жадно Так нежно Ловимые Первые Встречи Последние Встречи Тихого Голоса Звуки Любимые Тихого Голоса Звуки Любимые Вспомнишь Про злуку С улыбной Странную Многое Вспомнишь Родное Далекое Далекое Слушая Голоды Колес Непрестанные Глядя Глядя Задунчиво В небо Широкое Глядя Задунчиво В небо широкое. Дмитрий, самые известные исполнители от самого начала. Остались ли они в истории, их имена? Ну вот, учитывая те 200 лет, два века, которые прошли изначально от пришествия романца в Россию. Ну, конечно, в большей степени остались те, которые, скажем... Более позднего периода. Более позднего, которые завершали XIX век и которые начинали свою творческую карьеру в XX веке. Ну, имена их известны. Федор Шаляпин, Вяльцева, Варя Панина. Вот был такой Сабинин, певец, который, кстати говоря, участвовал в одном из фестивалей, такой вот международном фестивале, и во Франции его песенка, военная песенка, такая гусарская песенка. Оружием на солнце сверкает под звуки лихих трубачей. По улицам пыль поднимая, проходил полгусару. Известная песенка, она заняла первое место. Ну, а уже позже уже мы знаем этих исполнителей. Мы знаем Изабеллу Юрьеву. Мы знаем Вадима Козина и многих других. Ну, два тенора Иван Козловский и Лемешев. Ну, конечно, Береслава Лемешев, да. Да, да. Как произошла ваша первая встреча с романцем? И было ли это сразу ваш конкретный выбор? Или все-таки был какой-то другой поиск, другие песни? Я, когда я учился в институте, там у нас был предмет, вокал, который мы издавали. И одно из произведений должно было звучать в жанре русского романса. Ну, вот таким образом я первый раз, скажем так, выучил русский романс. А что это был за романс? Ну, это был такой симпатичный романс «Не обмани». Он называется «Не обмани», композитор Дюбюк. Скажем так, в широких кругах он неизвестен, но среди музыкантов он известен очень. И у нас звонок. Алло. Здравствуйте. Добрый вечер. Добрый. Представьтесь, пожалуйста. Александр Селеднев из Козлово-Владимирской области. Здрасте. Спасибо за такой сегодня замечательный ледит, такого хорошего певца. Вот. Не может он исполнить романс романс? Спросить бы его, есть такой. Спрашивайте. Дело в том, что я не могу его исполнить по одной простой причине. Простите, у нас сегодня как бы выстроена программа, и мы готовились. Мы не готовили этот романс к сегодняшнему концерту. Но я думаю, что из того, что сегодня прозвучит, наверняка будет вам желанно и придется по душе. Ну, я в этом абсолютно уверен, потому что программа действительно очень насыщенная, богатая и разнообразная. А давайте прямо сейчас и послушаем мы следующую песню «Напрасно думаете вы». Два слова. Да, конечно. Это произведение было написано мной на стихи Дениса Давыдова к моей программе «Честь имею». И я с огромным удовольствием его сейчас исполню. А мы с тем же удовольствием и послушаем. Напрасно думаете вы, Чтобы гусар, питомец славы, Любил лишь только бой кровавый И был отступником любви Напрасно думаете вы. Он часто звук любовных слов Мешает с грозным барабаном И все ж под красным доломаном Он прячет нежность и любовь Он прячет нежность и любовь Услышать стон, увидеть бой В нем сердце не всегда желает Ах, часто и гусар вздыхает И в кибере его весной Голубка гнездышко снимает Ах, часто и гусар вздыхает Напрасно думаете вы Напрасно думаете вы Чтобы гусар, питомец славы Любил лишь только бой кровавый И был отступником любви Напрасно думаете вы Напрасно думаете вы Вы Дмитрий, на сегодняшний день Может быть даже не на сегодняшний Но я с натяжкой Конец 20 века, начало 21 Кто из современных композиторов Современных поэтов Является продолжателем Сочинительства романса И можно ли назвать романс на сегодняшний день Элитарным видом творчества Искусства Ну, Андрей Петров, ни всякого сомнения Микаэл Тривердиев Из поэтов Ну, те поэты На стихи которых написаны Роман с этими композиторами Скажем, Белла Ахмадулина Андрей Вознесенский Роберт Рождественский Ну, там их немного, конечно Потому что вообще романс на самом деле Непростой жанр Очень непростой И некоторые эстрадные исполнители Которые в совершенстве овладели Своим искусством Искусством поп-музыкальным, так скажем Иногда бросают такие фразы Что вот Ну, если, скажем Когда спрашивают Что вы будете делать Когда вам исполнится, скажем Там 65-70 лет Ну, да буду петь романс На самом деле Нет, ребята Там драматургия Там сложнее гораздо Чем эстрадные песни А что касается Последней части вашего вопроса Элитарности Да Ну, я не сказал бы В основном на романсы Все-таки люди ходят Хоть и зрелые Но Я бы не скажу Что-то прям из элиты ходят Нет, нет, нет Скорее всего элиты ходят На романсы Которые исполняются Телевизионными звездными артистами Вот так скажем Раскрученными Вот они и идут Смотри Вот А Все-таки на концерт романсов Ходят истинные любители Поклонники этого жанра Кто они? Это Простые люди Я бы не сказал Что рабочие Рабочие иногда Правда забегают Вот как недавно Совсем В Доме музыки Мне показалось Что аудитория Наверное на одну четверть Была все-таки Из таких людей Неглубоко Знающих этот жанр Может быть Пришедших А как вы узнали Как вы увидели А знаете Ведь романс Это все-таки Такое грустное искусство По большому счету Романс Он грустный всегда Он О пережитых чувствах О каких-то страданиях О потерянной любви О прошедшей молодости Вот И человек приходит за этим Чтобы скажем Услышать это И вспомнить И где-то может быть Пустить слезу А когда человек Кстати Насколько Удается Увидеть слезу На концертах Исполняя Романс Которые звучали Ну допустим Сто лет назад В зависимости от того Как он Передает Вот это Простое Человеческое состояние А если он передает То конечно Это как бы Это не Вне времени Но люди на концертах Вас плачут Есть романсы Которые плачут Конечно Вот скажем Романс Который Белокация И грозит Душистая Плачут Безусловно Давайте послушаем Следующее произведение И потом я предлагаю Поговорить О той организации Которой вы имеете Непосредственное отношение То есть К Москонцерту А следующее произведение Не уходи Непосредственное отношение Которые плачут Которые плачут Которые плачут Не уходи Побудь со мною Здесь так отрадно Так светло Я поцелуями по кровью Устающий пичелой Поцелуями по кровью Устающий плачут Устающий плачут Восторг Восторг любви Восторг любви Нас ждет с тобою Не уходи Не уходи Восторг любви Нас ждет с тобою Не уходи Не уходи Не уходи Не уходи Не уходи Не уходи Побудь со мной Я так давно Тебя люблю Тебя я лаская Гневову И обожгу И утомлю Тебя я лаская Гневовую И обожгу И утомлю Побудь со мной Побудь со мной Дмитрий, 25 апреля В зале Петра Ильича Чайковского В концертном зале состоится ваш концерт под названием «Романсы и вальсы весны». Расскажите, пожалуйста, об этом концерте. Что ждет поклонников романса, поклонников непосредственно вашего таланта? Ну, обычно два раза в сезон я провожу сольные программы Зале Чайковского. Это осенью и весной. Ну, вот в этот раз программа, в основном, конечно, она состоит из русских романцев, известных, популярных, любимых и малоизвестных. Но в этот раз я решил спеть старинные вальсы в сопровождении, ну, скажем так, большого духового оркестра. Это губернаторский оркестр Московской области. И вот прозвучат очень известные произведения, которые на слуху каждого человека, такие как, скажем, «Носок Маджурии», «Дунайские волны», «Осенний сон». Вальсы, которые как нельзя теснее сопряжены с историей России, с тем, что у каждого человека находится в душе. А кто участвует в концерте еще? В концерте участвует Олег Норогов, Арсений Колесник, «Скрипач» Александра Бронвейбер и специальный гость концерта, знаменитая, на мой взгляд, певица, исполнительца русских романцев Валентина Пономарева. И не только русских, но и цыганских. Да, конечно. Потому что кровь играет, конечно, основополагающая все-таки роль. Дуэт ли будет у вас с Валентиной Пономаревой или… Да, мы готовим дуэт. Мы готовим дуэт. Вот именно этот цыганский романс прозвучит в дуэте. Оркестр. Ну, это уже мероприятие очень серьезное. Тут с триоту нужно бороться и бороться. Это время нужно. А с оркестром как проходили репетиции? Ну, они проходят до сих пор. И, конечно, вне всякого сомнения оркестру нужно делать аранжировки. Вот если, скажем, мы вот можем собраться и не писать ноты, а определиться, что каждая играет. С тональностью. Да, посмотреть, какие ходы, партии, контрапункты. Запомнить их во время репетиции и уже на сцене выдать. Да, с оркестром-то песня другая. Да, надо аранжировщику дать задание. Он обычно делает все быстро. Ну, во всяком случае, восемь произведений прозвучит в аранжировках, в оригинальных аранжировках. Я имею в виду в новых совершенно. Вот. За что больше всего переживаете перед концертом? Если переживаете, конечно. Ну, конечно, переживаю. Конечно, за звук переживаю. Важен звук. Важно, чтобы в зале был хороший, качественный звук. Ну, и на сцене тоже, чтобы было приятно слышать и себя, и музыкантов. Ясно. Давайте послушаем следующую песню. Песню под названием «Все забуду, всех покину». Один из неизвестных старинных гусарских романсов, который в свое время вывел, скажем так, на сцену Иван Семенович Козловский. Ну, правда, эта запись, она редкая. Песня «Все забуду, всех покину, сахар спрячу для коня. И сквозь рыжий мех куницы, как русалка, Солку сквозь траву отыщу твои ресницы, Сдую снежную конву. А с окном моей шинели Трется нежная щека, Снег валит седые ели, А дорога далека. Что-то будет, утро станет, Где меня дойдет оно, Чья рука меня поранит, Чей бокал прольет вино. Что-то будет, утро станет, Где меня дойдет оно, Чья рука меня поранит, Чей бокал прольет вино. Ну, теперь, я думаю, имеет смысл поговорить. Настало время о Москонцерте, Организации, в которой вы работаете. В следующем году, 25 января, Будет юбилей Москонцерта. Это 80 лет. Расскажите, пожалуйста, о «Альма-Матер». 80 лет, это достаточно такой серьезный возраст Для эстрадной концертной организации. И главное, что характерно, Через Москонцерт прошла вся, Практически вся, не только московская, Но российская эстрада. Не было ни одного исполнителя эстрадного, Который бы не являлся артистом Москонцерта. Эти имена мы все знаем. Это Алла Пугачева. Это Иосиф Кобзон. Это ныне ушедшая Валентина Толкунова. Ансамбль «Самоцветы». Веселые ребята. И так далее, и так далее, и так далее, и так далее. А вот из старой плеяды, если вы позволите, Я все-таки зачитаю. Потому что эти имена, я считаю, Я считаю, что являются просто жемчужиной. Русланова, Утесов, Брунов, Шульженко, Смирнов-Сокольский, Майя Кристалинская, Беседин. Ну, излишние какие-либо комментарии. Что еще можете о Москонцерте рассказать? Давно ли вы там? В общем, с 97-го года. Уже приличный такой срок. Это ответственность все-таки От такой организации выступать? Или это, может быть, не знаю, чисто формальное Причисление к какому-то реестру? Что для вас работа в Москонцерте? Ну, я, конечно, понимаю, что Тот груз, скажем так, музыкально, культурно, эстетический, Который несет Москонцерт на сегодняшний день, Он как-то должен, наверное, артисты как-то Профессионально, серьезно относиться К каждому своему выходу на сцену. И несмотря на... Все-таки ответственность. Да, конечно. Несмотря на то, что был такой период, Когда вроде как о Москонцерте забыли. Ну, был такой период начала 90-х. Ну, тогда забыли о всем нормальном. Да, да. И как-то иногда, когда говоришь, вот, артист Москонцерта, А что, разве существует такая организация до сих пор? Существует, друзья, существует. И более того, радует зрителя очень хорошими концертными программами, Которые проходят на центральных площадках. Таких, как концертный зал «Россия» в Лужниках. Ну, «Россия» тот, которого сейчас нет. Театр эстрады. Кремлевский дворец съездов. Вот концерт, который будет 25 апреля. Мой сольный концерт в зале Чайковского. Вот, пожалуйста. Какие профили, какие виды творчества, музыкального, риторики Находятся в данный момент под эгидой Москонцерта? В Москонцерте несколько, скажем так, подразделений. Ну, это филармоническое подразделение, Где замечательные певцы и коллективы инструментальные. Это народное. Это детское. Даже детское? Даже детское, да. Кстати говоря, в народное, вот, на сегодняшний день, В подразделения входят не только исполнители. Народные песни, романсы. Ну, в том числе и эстрадные исполнители тоже. Эстрада, ну, насколько я понимаю, не совсем в той форме, Которую мы зачастую слышим на радио, на телевидении. Мне кажется, несколько обособленное понятие об эстраде Все-таки в Москонцерте. Или мне так хочется думать? Знаете, вот у эстрады, у советской, скажем, Эстрада, собственно, как жанр появилась в советское время. Конечно, есть свое лицо, безусловно. И Москонцерт, он является носителем этого жанра, скажем так, Традицией советской эстрады. Все-таки корни там. Да, все-таки остаются корни. И, как бы ни говорили, скажем, на мой взгляд, Современная поп-музыка, я имею в виду чистая поп-музыка, Которая вот сейчас звучит, она все-таки очень американизирована. С точки зрения ни внешнего вида, ни поведения. Даже не с точки зрения… Поведения мы там немножечко, по-моему, не дотягиваем. Ну да. Звукоизвлечения, скажем так, пытаются. А и даже с точки зрения музыкальной стилистики. Все-таки мелодии, скажем так, пытаются, как говорили раньше, Писать под фирму. Но мы забываем про то, что русская музыкальная культура Не менее богата, чем американская. Да даже не только не менее. Гораздо богаче. Но почему же русские композиторы и советские композиторы, Такие как Матвей Блантер, Дунаевский и многие другие, Черпали, так сказать, для своих мелодий, скажем, из народной песни. Ну, так это громко очень сказано. По крайней мере, пытались в своей мелодии выразить русскую душу. Да, вот те настроения людей и так далее. А сейчас современные композиторы думают, ну вот я напишу. Ну, ребят, ну зачем писать? Знаете, Дмитрий, я бы хотел вас поддержать и немножечко уточнить. У них, вернее, они у нас должны учиться мелодики. Конечно. А мы у них должны учиться ритмики. Все-таки теоретическая структура и культура звуков у них несказанно выше, конечно. Но если взять к любому аранжировщику, залезть в компьютер и посмотреть ту базу звуков, извините меня, практически все сделано за океаном или в Европе. Но были конкретные примеры, когда просто в наглую дублировались русские популярные мелодии в каких-то их действительно хитах. И, ну, взять хотя бы нашего Царства Небесного Резникова, какой чудный композитор был питерский. И буквально в течение коротейшего срока он с его песнями, с мелодикой был здесь Домовой. Ну, песня называлась Домовой. Там в билборд попало и держался большое количество времени. Я считаю, что это все-таки показатель. Мелодика. Люди скучают по мелодике, а мы начинаем смотреть немножечко туповатым взглядом на Запад. И дублировать не совсем то, что действительно нужно. Хотя это мое чисто субъективное мнение. Предлагаю послушать следующую песню о белой акации «Грузди душистые». Играет музыка «Грузди душистые» Играет музыка «Грузди душистые» Играет музыка «Грузди душистые» О, «Грузди душистые» Играет музыка «Грузди душистые» Играет музыка «Грузди душистые» Боже, какими мы были наивными, Как же мы молоды были тогда. Голды промчались, с ними нас делая, Где чистота этих веток живых. Только зима да метель эта белая Напоминают сегодня о них. Только зима да метель эта белая Напоминают сегодня о них. В час, когда ветер не шует низкого, С новою силою чувствую я. Белая Катя, гроздья душистые, Невозвратимы, как юность моя. Белая Катя, гроздья душистые, Невозвратимы, как юность моя. Целую ночь Соловейна Невозвратимы, как юность моя. Белая Катя, гроздья душистые, Белая Катя, гроздья душистые. Белая Катя, гроздья душистые, На пролет Нас сводили Субтитры создавал DimaTorzok С концерта спросила она Ну и так как она сказала Так как я одна из самых Ну самая Самая-самая Решила заломить какую-то просто Безоблачную, заоблачную сумму И с гордостью сказала Соврала тысячу долларов Да, тогда На что корреспондент Удивился И спросил Всего Самая главная Основная функция Москонцерта На сегодняшний день Что, насколько я понял, в основном Это обеспечение работой Артистов Которые имеют честь Работать в Москонцерте Или какие-то еще идеологические Может быть Это само собой Да, безусловно Но на мой взгляд Все-таки сохранение традиций Это вот главное Если с точки зрения идеологической Так смотреть Да, это самое главное Потому что на сегодняшний день Наверное Нет такой организации В Москве Такой эстрадной организации Которая бы Не пыталась Сохранить Вот эти вот Традиции Нашей родной эстрады На мой взгляд это очень важно Потому что если мы сейчас Забудем все Отрубим это И будем только Заниматься исключительно Поп-музыкой То мы тем самым Будем зарабатывать деньги Мы и зарабатываем деньги В кошелек Дяди Сева На самом деле Потому что Ведь в Соединенных Штатах Америки 50 процентов 60 даже процентов Аудитории Не слушают Слушают Кантри-музыку Свою Кантри-музыку Да, безусловно Это самая популярная музыка В Соединенных Штатах Но А те бизнесмены Которые зарабатывают деньги На поп-музыке Если они заинтересованы В том чтобы Диски, видеозаписи Американской музыки Продавались по всему миру В России в том числе Это же деньги Это живые деньги Надо помнить про это Ну тут у нас веселые ребята Под именем Пираты Кричат Берегись Америка У нас тут все Намного дешевле Чем у вас будет Деньги вы наши Ну да Не получите Но это особенность Нашей страны Поедем в царское село Название следующей песни Это один из моих новых Таких вот романцев Написанных на стихи Осипа Мандельштама Поедем в царское село Мандельштама Поедем в царское село Поедем в царское село Поедем в царское село Поедем в царское село А на деревьях А на деревьях клочья ваты А на деревьях клочья в тарское село И грянут здравия раскаты А на деревьях клочья в тарское село А на деревьях клочья в тарское село А на деревьях клочья в тарское село Поедем в царское село Там улыбаются ланы Свободный ветреный и пьяный Садятся в крепкое седло А на деревьях клочья в тарское село Поедем в царское село Поедем в царское село Поедем в царское село Поедем в царское село У нас звонок. Алло. Здравствуйте. Добрый вечер. Представьтесь, пожалуйста. Это вам звонит Людмила из города Ижевска. Здравствуйте, Людмила. Очень приятно, Виталий, видеть вас в студии. Вы нам очень нравитесь, как ведущий. Спасибо. Также нравится сегодняшний вас гость Дмитрий. Здравствуйте, Дмитрий. Здравствуйте. Спасибо вам за ваши прекрасные романсы. У вас очень красивый костюм. Я вообще симпатичный мужчина. Эх, вы шалуне. Ну-ну-ну. Пожелать вам творческих успехов. Чтобы у вас все мечты сбывали. Чтобы здоровье вас никогда не подводило. Спасибо большое. Очень всего вам доброго. До свидания. Спасибо. Спасибо большое. Дмитрий, вы знаете, вот у меня есть такое ощущение, что вы были бы очень востребованы, популярны. Про Россию я не говорю. Это отдельная история, отдельная страна. А у западной, может, даже не западной, эмигрантской интеллигенции. Мне кажется, вот где слеза бы текла. Гастролируете ли вы за рубежом? Было такое дело. Расскажите. Было. В Сан-Франциско есть русский дом ветеранов Первой мировой войны. Вот это да. Да. Вот память у людей. Да. Вот. Ну, это, скажем так, сейчас туда приходят кадеты первой волны, которые уехали из России, жили в Китае, а потом попали в Соединенные Штаты. И когда я был на гастролях в Америке, приглашен я был американской стороной. То есть я делал программу для американской аудитории. Первое отделение я пел романс, известный русский. А второе отделение – это была музыка из мюзиклов Эндрю Ллойда Вебера и какие-то американские произведения, такие, которые, в общем, у них очень популярные, такие национальные, скажем. Вот. И услышали про это вот наши русские кадеты. Звонят мне в Сотлэйк-Сити из Сан-Франциско. Как-то узнали телефон. Вот. Может быть, потому что были какие-то репортажи по телевидению, а были во Флориде репортажи, в Фестате Юта. И пригласили меня вот на свой праздник. И я познакомился там с этими замечательными людьми. Они уже такие в возрасте. Как принимали? Очень хорошо. Очень хорошо. Там я выступал и в русском центре тоже, в Сан-Франциско. Ну, и у них в доме, в русском доме. Там немножко собралось, может быть, человек 200-250. Там помещение было настолько... Ну, учитывая для людей такого очень специфического круга, я считаю, это немало все-таки. Давайте послушаем следующую песню, потому что время нас уже просто загнало в тиски на сопках Маньчжурии. Ну, слушаем. Тихо вокруг сопки покрыты мглой, Вот из-за туч блеснула луна, Могилы хранят покой. Белеют кресты, это герои спят. Прошлого тени кружатся вновь, О жертвах вновь, о жертвах в боях твердят. Унесемся мыслями в отчий дом, Собрались в обществе молодом, И в вальсе кружатся лихие корнеты, Пьянея чар любви. Сколько недосказанных нежных слов, Сколько не разгадано вещих слов, А завтра опять увезут офицеров На дальний восточный фронт. Тихо вокруг ветер туман унес, На сопках Маньчжурии воины спят, И русских не слышно слез. Пусть этот вальс Ванна вивает сны, Спите, герои русской земли, Отчизны родной сыны. Горько плачет, плачет мать родная, Плачет молодая жена, Плачут все, как один человек, Свой рог и судьбу клядя. Горько плачет мать родная, Унесёмся мыслями в отчий дом Собрались в обществе молодом И в вальсе кружатся лихие корнеты Пьянее отчар любви Сколько не досказано нежных слов Сколько не разгадано вещих снов А завтра опять увезут офицеров На Дальний Восточный фронт Дмитрий Швет сегодня у нас в гостях А перед следующим шедевром вообще говорить ничего не хочется Ибо хочется слушать, и я объявляю Гори, гори, моя звезда Гори, гори Гори, моя звезда Звезда любви Ты у меня одна заветная Другой не будет никогда И у меня одна заветная Другой не будет никогда Звезда надежды благодатная Звезда моих минувших дней Ты будешь вечер незакатная В душе измучен моей Лучей твоих небесной силой Вся жизнь моя озарена Умру ли я Ты над могилою Гори, сияй Моя звезда Умру ли я Ты над могилою Гори, сияй Моя звезда Угол ли я ПЕСНЯ Моя звезда У нас звонок, алло. Виталий Дмитриевич. Здравствуйте, Владимир. Дима, здравствуйте. Здравствуйте. Наш постоянный телезритель. Спасибо. Дима, вы знаете, у меня пару слов. Какие же все-таки счастливые были наши предки. Немного счастливее сделали и вы нас. Спасибо вам огромное. Не забывайте ли, а минор, приезжайте почаще. Спасибо. Спасибо вам, Владимир. Ну, а мне остается в заключении нашей программы может быть еще и что-то скажем друг другу хорошее. А сейчас казачья гусарская. Чёрные гусары, да ещё казаки Ехали с казачьей песней, потрапили сной. Ой, не для потехи, а для честной драки Вас собрал Денис Тавыдов, командир лихой. Не жалея жизни, вылетели на врага Под большими крыльями двух главам орла. Если честь отчизны больше жизни дорога Значит, Русь ещё не умерла. Не жалея жизни, вылетели на врага Под большими крыльями двух главам орла. Если честь отчизны больше жизни дорога Значит, Русь ещё не умерла. По Смоленке старой гнали бы французов От копыт хрустела, мёрзлая трава Там братом был Денис Тавыдов Батюшка и Кутузов Матушка и Россия, а женой Москва Не жалея жизни, вылетели на врага Под большими крыльями двух главам орла. Если честь отчизны больше жизни дорога Значит, Русь ещё не умерла. Эй! Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла Если честь отчизны больше жизни дорога, Значит, Руси еще не умерла. Время не воротишь, и гусары в прошлом, Но осталась честь и даже святость в наши дни. Есть еще гусары в этом мире сложном, Ветераны той войны Афгана и Чечени. Не жаляй, жизнь не улетит на врага, Под большими крыльями двух глава орла. Если честь отчизны больше жизни дорога, Значит, Руси еще не умерла. Если честь отчизны больше жизни дорога, Значит, Руси еще не умерла. Не желаю жизни улететь, она дорога Под большими крыльями двух клавала орла Если честь отчизны больше жизни, дорога Значит, Русь еще не умерла Значит, Русь еще не умерла Дмитрий Шветов, Новгосяк, друзья мои, до свидания Спасибо вам, смотрите нас всегда, спасибо Спасибо